Всем привет, друзья! Вы на канале Джедля Джедли, с вами Юля. Сегодня я снимаю для вас видео с Тадо Весми. В этом видео мы будем с вами учиться, я буду вас мотивировать, чтобы вы учились дальше, поэтому обязательно ставь лайк этому видео, подписывайся на мой канал, ну и давайте начинать! Не забывайте, друзья, у меня новый канал появился в Телеграме, также в Янекс Дзен, поэтому, чтобы всегда быть со мной 24 на 7, подписывайтесь на эти каналы, в случае чего, если закроют Ютуб, то вы всегда будете со мной. Поэтому погнали! Ну что, друзья, начинаем день учебы, начинается у меня день сообщества знания, как всегда, традиционно, кто меня смотрит, наверное, постоянно, каждый мой влог, вы знаете, что я всегда вам показываю, как я пишу скрипты в Яголэнде, и сегодня у нас, как обычно, блок права, мы проходим последний пятый блок, потом, наверное, у нас будет закрепление, но сейчас вот такие вот дела. Так что пишу скрипты, пишу, объясняю себе тоже, смотрю какие там различные функции и так далее, ну, всё по традиции, всё, так скажем, по-обычному. Кстати, видела всё-таки под прошлым влогом разошлись комментарии в силу того, что снимать больше учёбы или снимать так же, как я ещё вообще в повседневной жизни вам что-то показываю, то есть снимать повседневную жизнь совместно с учёбой или всё это разделять. Поэтому всё-таки пока что решила не разделять, показывать вам и учёбу, и обычную мою жизнь, покупки и так далее. Следующий влог уже будет там покупки с Wildberries, ну и также мы будем с вами учиться, короче, будет полноценный мой день. Сегодня я вам покажу кусочек именно 8 марта, потому что этот влог, собственно, я и записывала 8 марта. Ну и мой день, как видите, начался именно с уроков, после этого я там уже начала краситься, ну и потом сейчас вы дальше увидите всё. Просто не всё снимала из-за того, что просто не хватило времени на съёмочку. Поэтому вот сейчас я уже помыла голову, вы могли заметить, потому что вот села в другом ракурсе, так скажем, и начала смотреть русский язык. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, ребята, если вы не знаете, готовиться к русскому языку к ЕГЭ или нет, то я советую вам готовиться, потому что, честно, я раньше думала, что русский язык-то вообще легко, я даже готовиться к нему, знаете, не буду. Но когда я пошла в онлайн-школу, когда я вообще начала чувствовать именно кухню русского языка, я поняла, что потерять каждый балл можно просто очень-очень легко. И знаете, русский язык, чтобы не набрать по нему 90+, мне кажется, это будет очень тоже обидно, потому что считается всё-таки одним из самых лёгких предметов. Хотя, честно, я так не особо считаю. Я вообще не люблю, когда разделяют предметы, что вот этот сложный, этот лёгкий. У каждого, знаете, это всё индивидуально, и когда тебе говорят, что вот, это лёгкий предмет, это очень странно. Ну и, собственно, после уроков я кушала клубничку, после этого поехала на набережную, мне подарили вот такой прекрасный букет тюльпанчиков. Они очень-очень красивые, поэтому я сделала, конечно же, с ними фотографии. Это, кстати, был очень тёплый день, потому что сейчас, когда я монтирую это видео, у нас уже какой день, очень холодно. И вот куртку, вы видите, тоже новую, я про неё скажу дальше. Я её очень хотела, и вот мне её, так скажем, сделали как подарок на 8 марта, поэтому я в ней ещё не хожу, так как очень холодно, но на фотках была. Так, смотрите, показываю вам снова букетик. Букет сегодня 8 марта, красивый подарок, смотрите, это Милка, подарочный набор. Тут, видимо, вот такие вот печеньки, Настя уже распаковала, поэтому давайте посмотрим, в принципе, у неё такие вот печеньки. Ну и они вот, как на картинке, распаковывать не буду, поэтому у меня точно такое же. И ещё мне подарили куртку, очень красивую, я её хотела, и поэтому я вам тоже её показывала в видео распаковку с Вайлберрис, но она была не с Вайлберрис, просто решила показать, как покупки на весну. А вот что подарила Настя, она подарила мне Твикс, потом Ментес, Сникерс, Пикник и вот такой какой-то Чупа-Чупс. И на самом деле это всё было красиво упаковано, но я просто это распаковала и забыла показать вам. Так что вот такие вот подарочки. Кстати, после прочтения своей полюбившейся книги «Бойся, но действуй», я буду читать новую книгу, которую мне подарили. Называется «Искусство любить». Я на самом деле давно хотела её прочитать, и вот мне её как раз-таки подарили. Она мне даже лежала в корзине на Вайлберрис, её хотела заказать, но меня опередили и подарили мне эту книжку. Видите, тут некоторые записочки, но это уже такое личное. Поэтому буду также её читать, когда дочитаю, наверное, вот эту книгу, потому что мне осталось в этой книге, вот видите, там совсем чуть-чуть. Очень классная книга, всем советую, запоминайте, заказывайте на Вайлберрис. Вот эту тоже можно заказать на Вайлберрис, ну потому что она у меня лежала в корзине, собственно. И теперь она у меня есть, просто кайф. Ну и на ужин я решила приготовить курицу, собственно, с рисом, но рис я сделала на сковородке. Я добавила туда соевый соус, укроп, потом также немного яиц, ещё добавила мясо. Короче, так делаю в Таиланде, но у меня не особо получился прям супер-тайский рис, он не особо так выглядит, но я думаю, что вы всё равно заметили, что он отличается просто от обычного риса и от плова, потому что это не плов. Заказывала на аптеку.ру сейчас линзы себе, закрыла там адрес и так далее. Линзы у меня вышли в 2500 вроде бы, короче, вообще дёшево. И вот, собственно, сами линзы, сейчас вам покажу, распаковочка. Но мне понравилось, что в таком пакетике они мне пришли, просто забрала в близко для моего дома аптеки. Для этого я носила вот такие линзы от Biofinity, видите, упаковка у меня была из шести контактных линз. Но сейчас я заказала новые от Alcon, не знаю, попробуем, посмотрим. Кто тоже носит линзы, пожалуйста, напишите, какие вам больше нравятся, потому что я вот только первый раз вот эти вот носила, и вот сейчас попробую новую марку второй раз. Получается, ну, вообще линзы покупаю второй раз, потому что тут были у меня на полгода шесть, видите, линз. То есть я покупала две коробки, 12 линз и на полгода. А тут у меня на три месяца, то есть три линзы тут и три линзы тут. Как раз-таки в сумме получается шесть линз, что мне хватит на три месяца. Смотрите, медведь и леп слежит, даже мурлычный. Смотрите. Ильин. Ильина. И Ну что, друзья, вот такое было видео, я надеюсь, что вам его понравилось, обязательно ставь лайк, подписывайся на мой канал, с вами была ваша Юля, не забывайте про Яндекс.Зен, не забывайте про Телеграм-канал, ссылочки в описании, ну что ж, всем желаю счастья, любви добра, до новых встреч и всем пока-пока!